Как и обещал, я расскажу о своей поездке в Баку. Цель поездки была, конечно, беседа с президентом Азербайджана Ильхам Гидаровичем Алиевым. Мне было очень интересно. Вообще, беседа с лидерами государства, это, конечно, всегда очень интересно, потому что люди, которые оказываются на таком уровне, с таким уровнем ответственности, всегда представляют большие интересы для журналистов. Это была беседа не под камеру, беседа длилась два часа. Меня встречали представители администрации президента, когда я подошел к... Уже прошел все контроли, все были безупречно вежливы, очень вежливы, очень доброжелательны, не о чем говорить. Встреча с президентом началась ровно в десять. Президент уже был на рабочем месте. И меня удивило, что... Ильхам Гидарович выглядел гораздо моложе, чем все эти фотографии, и разнообразно... Очень хорошо выглядит, высокий, очень доброжелательный. Беседа была очень откровенной. При этом мы... Там несколько минут были официальные камеры, когда просто были вопросы вежливости, ответы вежливости, а потом мы говорили... И я хотел бы поблагодарить президента Азербайджана, он был очень откровенен. Произвел на меня очень хорошее впечатление. Вот реально. Блестяще образован, умный, бесспорно политик. Мы очень подробно говорили о прошлом. Очень... Ну, во-первых, потому что мы люди примерно одного возраста. Затем, напомню, что Ильхам Гидарович в 15 лет поступил в МГИМО, отучился в МГИМО, стажировка в Великобритании, преподавательская работа, потом, после того, как его отец выступил с резкой критикой Горбачева, были зачищены все отовсюду. В том числе Шеварнадзе приказал просто выкинуть Алиева из МГИМО. Конечно, было подлостью. Ну, абсолютной подлости. То есть, это вот, о чем не любят говорить фанаты Горбачева, но это реально была подлость. Знаешь, когда расправляются, в том числе и с детьми. И Ильхам Гидарович прошел через вот очень тяжелые периоды жизни. То есть, нельзя сказать, что жизнь была к нему всегда благосклонной, там, серебряная ложка во рту. Он говорит, естественно, с очень большим уважением и любовью о Гидаре Алиеве, чувствует колоссальную ответственность. И было очень интересно, когда вот мы там проходили все этапы, и разговор был долгий, и разговор был очень прямой. Так вот, и были даны оценки разным государственным деятелям, которые, конечно, я в эфире не буду говорить, потому что это было не под камеру, и у меня нет разрешения на то, чтобы озвучивать все детали этого разговора, но наши оценки очень многих этапов современной истории России и оценки политических деятелей были даны. И они абсолютно схожи, кстати, многие. Мне было приятно, что ни одного уничижительного слова или термина не было употреблено по отношению к руководителям Армении. Ни одного. Мне было реально очень интересно. А какие-то вещи я, конечно, не знал. Очень любопытно рассказывал Эльхам Гидарыч свое отношение к Америке, понимание роли России. И я могу сказать, что никакого обожания Америки там близко нет. Эльхам Гидарыч рассказывал, как он, например, разобрался со своей оппозицией. Очень было любопытно, и некоторые советы, как мне кажется, вполне применимы в любой стране. Он говорил, а я просто стал контролировать поступление зарубежных денег на их счеты. И моментально оппозиция стала маргинальной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...